Всем привет! Меня зовут Тамара. В этом видео мы с вами поговорим про транзитную визу в Индию. Что это такое, как она выглядит, нужно ли её оформлять. Ну, сразу начну с первого, без понятия вообще, как она выглядит. Я, потому что работаю уже более пяти лет, и в глаза её не видела, как она выглядит. Вообще, их даже у меня запрашивали всего лишь несколько раз за всё время работы. Но, видимо, летом 2022 года появилось очень много выгодных билетов именно с транзитом через Индию. В основном это люди летят в Таиланд, на Бали, во Вьетнам, вот чаще всего. И, видимо, даже с учётом транзита и с учётом оформления этой визы, всё равно людям выгоднее покупать такие билеты. Но вернусь к тому, что говорила, что можно сделать вывод, что вообще их не существует, этих транзитных виз. Даже если вы позвоните в посольство Индии, например, они вам предложат оформить электронную визу. Вам, в принципе, подаёт любая виза в Индию, но быстрее всего и менее, скажем так, геморно это сделать и на электронную визу. Она рассматривается до 72 часов, но на практике очень часто уже выходит в течение суток. Раньше не получится. Например, если вы подали заявку утром, то не раньше следующего утра она будет. Я слышала о каких-то нескольких случаях, когда выходила за пару часов. У меня за всё время работы таких не было. То есть, если я подаю утром, она выйдет утром, если я подаю вечером, она выйдет, скорее всего, вечером. Бывало, что заявочка один-два дня рассматривается. Иногда, если попадёшь на индийские именно праздники, она может и четыре дня рассматриваться, и пять такое тоже было. А так вообще выходных у них нету, там что в понедельник, что в воскресенье абсолютно всё равно. Самый часто задаваемый мне вопрос, а нужна ли мне вообще эта виза для транзита. Я для себя выбрала политику такую, что ни в коем случае не буду брать ответственность за ответ, поэтому я от него просто ухожу, потому что ситуации уже были разными. И я не хочу быть виновата. В одном случае вы можете сказать, что я вам эту визу впарила, она вам была не нужна. А в другом случае вы можете сказать, слушайте, вы нам сказали, что она не нужна, а нас из-за неё не посадили на рейс. Мне зачем такой негатив нужен? Естественно, он мне не нужен, поэтому я не беру на себя ответственность и никогда не говорю, решайте сами. Первое, что сделать нужно, чтобы понять, нужна она вам или не нужна, это открыть глаза. Да, открыть глаза, потому что многие жалуются на эти агрегаторы, на авиаселф, вот там не пишут, я купила билет, теперь не знаю, что делать, помогите, подскажите, как узнать. Таких сообщений у меня миллион, и если сначала я думала, господи, правда, какие нехорошие агрегаторы, то потом, когда мне несколько человек присылают в личку, да, скриншоты либо билеты, то у меня уже как бы вопрос больше к людям, ну правда, ну чем вы смотрите, там в каких-то чёрным по белому это написано по-русски, а в каких-то прям вот в агрегаторе мне присылают вот скриншот, и вот там прям красным выделено ярко, что нужна виза, что у вас там пересадка со сменой терминала, что ещё есть ковидные ограничения, оформите ИРСУВИТХУ. И как бы, что это, простите, поэтому первое открываем глаза, и если вам уже это прям в авиасейлсе пишут, что нужна виза, то значит она нужна, не надо напрягаться, и у всех подряд, всем подряд агентам это спрашивать, написывать, потому что, ребята, поверьте мне, обращений очень много, и у всех стресс, у всех паника, и как бы мы не консультационные, я не консультационное бюро, я не хочу на это отвечать, особенно если вам уже про это написал вот сам агрегатор, тот же авиасейлс. Вот, поэтому первое, что делаем, открываем глаза, в том случае, если вдруг не написано, да, вот всё, вы всё посмотрели, вот, ну нету информации, да, что делать, смотрите внимательно, если у вас смена терминала, если у вас есть смена терминала, особенно в аэропорту Дели, то значит виза будет вам нужна, это 99%, да, я уже 100% уже в этой жизни ни на что не дам, и 99%, да, если у вас повторная регистрация, тоже нужна, да, с получением багажа. Если вот уж совсем непонятно, что, как ещё можно узнать, это написать в авиакомпании, той, которой хотите полететь, но тут тоже, к сожалению, не будет 100% гарантии, потому что уже были разные случаи, я вам сейчас покажу, специально вот людей даже записала, и заскринила с ними переписку, один человек мне в итоге отписался, что всё, виза ему не понадобилась, всё пошло хорошо, так, как и говорил ему вот его оператор, да, этот, авиаоператор, а вот вторая девушка на следующий же день написала совсем по-другому, что её тоже авиакомпания утверждала, что не нужно визы, а её в итоге не впустили, и, возможно, эта авиакомпания говорила правильно, то есть тут ещё, знаете, что, как повезёт, грубо говоря, на какого сотрудника нарвётесь, то есть, возможно, девушка просто это не смогла доказать этому пограничнику, либо, ну, скажем так, сотруднику аэропорта, что не нужно, что не нужна была ей виза, да, и такое случилось, и вот ей пришлось, мало того, что она потеряла билеты, так ещё и пришлось, что она через меня оформляла эту визу. Очень неприятная ситуация, вот после неё я точно на себя ответственность не возьму, а вы, если берёте это у авиакомпании, да, вот такой ответ, наверное, лучше взять его письменно, желательно, чтобы он был официальный, вообще в идеале ещё на английском языке, чтобы хотя бы заручиться чьей-то поддержкой, если что, ну, хотя бы какую-то, может быть, претензию вы бы смогли предъявить этой авиакомпании, ну, хотя тоже, что предъявишь, может, они действительно сказали правду, а просто вот сотрудник оказался неграмотный, вот, поэтому, ну, тот ещё квест, получается, этими транзитными визами. Давайте теперь расскажу, что можно оформить, да, что, если вы знаете, что она вам нужна, либо решили, там, блин, вот еду я, такие деньги трачу, ну, его нафиг, оформлю лучше эту визу, не буду беспокоиться. Значит, какие есть сейчас электронные визы в Индии? Естественно, нужно оформлять туристическую, зачем вам те же медицинские там или бизнес, они вам ни к чему, оформлять нужно туристическую, есть на 30 дней, на год и на 5 лет. Естественно, у них разная стоимость, потому что разный консульский сбор у этих виз, оформляется всё на официальном сайте посольства Индии, можете это сделать самостоятельно, если не разберётесь, а там действительно очень много есть нюансов, из-за которых может прийти отказ, там большая анкета, много страниц, нужно правильно все данные заполнить, нужно подгрузить фотографию лица, фотографию загранпаспорта, и, что немаловажно, в наше время нужно смочь оплатить консульский сбор, он там в долларах, и наши российские карты, никакими вы их не оплатите, только иностранными картами, и то даже не все, не всеми. Как выяснилось, не все карты одинаково полезны, то есть звонили, что из индийских не могут оплатить, из США карт не могли люди оплатить, из казахских, это просто, видимо, ну просто не те банки, скажем так. У нас этой проблемы нету, потому что я специально ездила на две недели в Казахстан, покупала эту карту, мне это путешествие вылилось в огромную сумму денег, но в итоге оплатить мы можем, естественно, это всё по повышенному курсу, поэтому, ну как бы не ждите, что кто-то вам предложит в интернете не мошенники, а платить по нормальному курсу. Если предлагать слишком хороший, то это мошенники, будьте аккуратны, их сейчас очень-очень много, особенно в телеграм-каналах. Итак, по срокам. Значит, первая виза это на 30 дней, у неё есть 30 дней до прилёта в Индию, и 30 дней действия с момента прилёта. Она двукратная в течение этих 30 дней. Кому она подойдёт? Тем, кто летит в один конец, да, она самая простая и будет самая дешёвая. Всё, вы её сделали, прилетели, и в обратный путь там вообще не собираетесь. Второй вариант это те, кто планирует обратно тоже возвращаться, например, через Индию, но ваш возврат должен быть в течение 30 дней с момента активации. Это очень важно. Если уже вы собираетесь лететь, возможно, тем же путём, но там через 31 уже день, всё, вам она уже не подходит. Второй виз это на год и на 5 лет. Они многократные, уже можно неограниченное количество раз летать в течение срока действия. И у них до 90 дней за приезд. То есть, например, вы сможете её воспользоваться, если, в принципе, захотите потом посетить Индию. У них коридор до въезда точно есть 120 дней, поэтому её можно оформлять сильно заранее. Да, если 30-дневную нельзя оформлять сильно заранее, то визу на год и на 5 лет можно оформить без проблем. Паспорт, обязательно проверьте свой срок действия, свой загранпаспорт. Он должен быть априори больше 6 месяцев вообще на любую вашу поездку. Ну, на практически любую. Вот, это очень важно. Проверьте, пожалуйста, прежде чем оформлять вообще любую путёвку или туры, или билет в один конец, хоть куда-нибудь. Сделайте, пожалуйста, себе паспорт с нормальным сроком. Напоминаю, что визу эту можно оформить самостоятельно и самим во всём разобраться. В интернете куча всяких инструкций, в том числе на нашем канале есть. Либо можете обратиться к агентствам, например, к нам. В принципе, я и для этого записываю своё видео, чтобы вы на меня посмотрели. Наш сайт, напоминаю, visasan.ru. Я есть там в разделе «Контакты», там «Мара» написано. И мой номер телефона, соответственно, вот этот. И те виды стран, которыми я занимаюсь. Очень важно не наткнуться тут на мошенников, коих очень много. Напоминаю, особенно в Телеграме. Плюс фейковых аккаунтов, в том числе с моими именем и с моими фотографиями. Именно это в Телеграме распространено. Поэтому смотрите, ищите меня именно по номеру телефона. Мои видео есть на Ютубе. Сами понимаете, что когда человек занимается чем-то больше пяти лет, а сайт существует уже десять лет, то уже человек мошенником быть не может. Его больше давно прикрыли. И знаете ли, мне кинуть кого-то на пять, десять, двадцать, даже сто двадцать тысяч абсолютно неинтересно. Я работаю в долгую. Также для перелета через Индию нужна анкета здоровья. Называется она Эрсувитх. Вы тоже можете оформить как самостоятельно, так и через нас, если не хотите во всем этом разбираться. Обязательно нужно иметь ПЦР-тест. Даже если у вас есть вакцинация, все равно нужно иметь ПЦР-тест и подгрузить его к этой Эрсувитхе. Пожалуйста, я рекомендую начинать ее оформление за несколько дней. ПЦР должен быть не старше, чем 72 часа до приезда. Поэтому за день, за два уже этой Эрсувитхе, Эрсувитхе начинаете о ней заботиться. Они, скажем так, заботятся о том, чтобы ее оформить. Если самостоятельно, то, пожалуйста, в интернете полно инструкций. Плюс я тоже подробно записывала на нашем канале виза-сам.ру в ютубе видео. Можете воспользоваться. Если нет, то обращайтесь к нам, мы вам тоже ее оформим. Огромная просьба на этот номер телефона не звонить просто так с разными вопросами. Это номер телефона только для приема заявок. Если у вас какие-то есть вопросы, у нас есть для этого чат в Телеграме. Вы можете их там задавать. Любой сотрудник нашей фирмы, который знает ответ и свободен, он вам там ответит. Этот номер телефона слишком перегружен для опросов, не относящихся к заявкам. Пожалуйста, обращайтесь туда только, если хотите именно заказать эту визу. Напоминаю, что я не знаю, нужна вам транзитная виза в итоге или нет. Не возьму на себя ответственность. Для детей все то же самое, как и на взрослых. Нужно обязательно иметь отдельный загранпаспорт. Оформляется отдельная виза. Консульский сбор. Все то же самое. Никаких специальных требований не нужно. Ну и никаких поблажек финансовых тоже они не дают. Всем спасибо за просмотр этого видео. Напоминаю, что вам нужна виза в Индию и Эрсу Витхангета здоровья. Можете обратиться ко мне по этому номеру телефона 8 9 8 5 1 2 3 55 59. Всем спасибо. Всем удачных транзитов, перелетов в другие страны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok